всем привет меня зовут татьяна вы на канале татьяна стич это канал о вышивке и рукоделии и сегодня у нас на повестке дня гигантский тег посмотрим как я с ним справлюсь этот тег я услышала и продолжаю слушать на канале юлии неминской я если честно так и не поняла откуда эти гигантские вопросы они конечно более мне кажется адаптированы на какой-то влог в других социальных сетях но мне кажется этот тег получится легко адаптировать и для ведения канала для youtube и я так думаю что некоторые вопросы я буду немного переделать переделывать ну а так вообще классный потому что там очень много таких вопросов и о рукоделии канале и о жизни обо мне и мне кажется это один из таких классных вариантов познакомиться со мной поближе я давным-давно пару лет назад делала видео когда я с вами знакомилась с того времени прошло несколько лет и на моем канале прибавились подписчики которые может быть что-то обо мне узнают из каких-то моих влоговых видео где этом что-то мельком о себе рассказываю но мне кажется что вот именно как-то так досконально со мной познакомиться для этого нужно отдельное видео как бы было бы хорошо обновить то видео которое я тогда снимала просто рассказывал о себе но я вот приняла решение как раз таки воспользоваться этим тегом и поболтаем с вами и вышиваем я не уверена что я сегодня сниму полностью этот тег и не уверена что буду выпуск выпущу это все одним видео может быть это будет несколько видео но такой формат я так думаю пока у меня есть настроение сегодня с вами болтать я буду вышивать и болтать у меня сейчас 10 часов вечера сколько-то минут с вами поболтаем и я вам каждый раз буду показывать какой процесс я вышиваю если вы помните я сейчас вышиваю в режиме своей такой ротации когда эти день через день вышиваю основной процесс который выбираю на определенный месяц на этот месяц я выбрала свой драгоценный сэмплер от модерн флоп инвайдери покажу как раз вот вы посмотрите как у меня вся вышивка организовывается вышиваю вот этот сэмплер на конгресс трамине золотыми и серебряными ниточками вышиваю полукрестом и этот процесс я выбрала как основной на месяц август и стараюсь вышивать его день через день либо я вот так смотрю у меня сейчас получается вышивать в режиме таком могу два-три дня его не вышивать а потом два-три дня подряд его вышивать то есть это тоже в принципе укладывается в мою ротацию когда я этим процессом не вышиваю этот процесс не вышиваю я занимаюсь другими своими процессами об этом я скорее всего буду рассказывать в итоговом видео за август также мои предыдущие два видео я рассказывала какие процессы планирую вышивать у меня случился тоже новый старт о котором тоже рассказала показала вот но тот старт скорее всего будет и скоро финиш потому что там всего 10000 крестиков и для меня это считается маленький процесс кстати вот в этом процессе сорок восемь что ли тысяч значков я вашего полукрестами так ну давайте все я готова если вы готовы замечательно поехали я заодно смотрите тут разделила экран с одной стороны у меня вопрос с другой стороны у меня кростич сага я буду вышивать вышиваю пользуюсь я сейчас свои замечательные рамой кстати наверно вам эта лампа светит нормально давайте я вам бы чуть поближе подвину все равно она будет немного засвечивать но мне кажется цвет такой щадящий но зато у меня здесь очень хорошее освещение лампу и свою рукодельную комнату я буду показывать потом мне давно есть желание все это показать потому что по большей части у меня все уже организовалась но это и информация для другого видео так так на 167 вопросов начинаю так разделенной части эта часть будет эпиграф сколько хороших вопросов как настроение первый вопрос у меня настроение отлично отлично именно поэтому я решила сегодня снимать видео когда у меня плохое настроение я стараюсь камеру не включать у меня конечно настроение иногда бывает такое знаете очень очень спокойное и особенно вот в конце дня когда уже все улегли спать я немного пришла в себя и повышевала то потом я вхожу в какой-то такой внутренний дзен и так спокойно спокойно начинаю заниматься своим рукоделиям для меня это прям отдельное такое удовольствием поэтому все замечательно второй вопрос после прочтения всех комментариев и вопросов возник сам собой ты все еще хочешь ответить на все вопросы я вопросы все еще не читала но если я отвечаю на этот тег то скорее всего да я хочу ответить на вопросы и я даже если честно не представляю что там будет в конце я вот от юли прослушала наверно вопросов 50 мне пока все нравится будем смотреть естественно если будут какие-то не очень хорошие вопросы я буду пропускать либо как-то отшучиваться третий вопрос вы сможете ответить на все вопросы к середине следующей недели какого-то года интересный вопрос если очень захотеть то конечно смогу но я не ставлю перед собой сейчас такую цель что обязательно до следующей недели я должна ответить на эти вопросы когда отвечу тогда отвечу я для себя сейчас так придумала что буду отвечать в очень расслабленном формате когда у меня будет желание поболтать я буду включать камеру вышивать болтать когда не захочется мне отвечать на вопросы не буду отвечать и еще я скорее всего даже вот если видео буду выпускать где-то приблизительно на на час такие такой формат будет выходить скорее всего несколько видео будет я могу эти видео кусочки соединять поэтому я для себя выбрала очень такой удобный легкий формат немного смонтирую и буду как обычно выставлять видео так четвертую а это уже следующий следующая часть от антропоместить вечер поэтому я не выговариваю некоторые слова антропометрические данные какой у тебя вес так сейчас у меня вес около 70 килограмм 71 килограмм да сейчас я поправилась и я кстати в этом весе уже наверное два с половиной года после рождения своего сына до этого я была в весе где-то 65 килограмм после рождения сына когда я кормила грудью ребенка я очень быстренько как-то ну не очень быстренько но я опять вернула свой вес на свои привычные может быть там 66 килограмм а потом когда я ребенка кормила грудью год когда я закончила это дело то у меня вес как-то быстренько быстренько раз так и прибавилось около 6 килограмм то есть сейчас я около 71 килограмма чувствую себя комфортно хочется похудеть конечно хочется ставлю какую-то самоцель для этого нет не ставлю потому что из моего опыта похудения это конечно это такая прям тяжелая работа и морально и физически и у меня постоянно очень много отвлекающих факторов то он мой экзамен то поиск работы которую тоже очень много времени занял и каких-то таких вот моральных сил эмоциональных сил то потом переезд то сейчас опять наступающий экзамен который будет в конце сентября поэтому всегда что-то меня отвлекает от похудения но опять же видимо не настолько это мне нужно чтобы я насчет этого сильно заморачивалась а когда заморочусь я обычно у меня была такая практика могу на 5 килограмм похудеть за пару недель ничего не кушаю такого такая голодовка белковое питание и все и вес уходит время придет будет сейчас пока как то так по образа образованием пятый вопрос осознала что меня цепляет склонность к систематизации и единственное что захотелось узнать про образование техническое и или гуманитарное вот у меня даже когда юля отвечала на эти вопросы у меня всегда было такое ощущение что эти вопросы для конкретного человека создавались так но давайте перефразируем просто рад так какое у меня образование техническое и гуманитарное у меня образование медицинское соответственно считается что гуманитарное техническим наукам я очень в принципе хорошо отношусь математика физика компьютерные какие-то навыки у меня с этим тоже очень очень легко кстати с гуманитарием у меня все сложнее но просто медицина мне сама всегда нравилась мне намного кстати технические предметы легче даются но гуманитарные предметы их просто надо в принципе тратить на это время и как бы и учить повторять запоминать и все равно даже в гуманитарных науках я пытаюсь найти какую-то такую логику в какую-то систему посвятила я себе гуманитарной специальности но в технической специальности я тоже себя скорее всего хорошо чувствовала но как есть допустим склонность к языкам у меня очень не очень я реально с языками очень плохо всегда очень плохо им обучалась у меня на обучение английского языка еще в школе в институте всегда очень много сил уходила мы еще в киргизии учили киргизский язык тоже совсем все плохо мне с киргизским языком было с русским языком мне все очень плохо но я регулярно занималась преподавателем по русскому языку как только я переставала с преподавателем заниматься у меня сразу мой русский скатывался до троек и то с натяжкой очень много и делала ошибок с грамматикой у меня всегда было прям замечательно с правописанием с диктантами ну я так писала на три с минусом а как только занималась преподавателем она меня реально так натаскивал натаскивала и я диктанты написала на пятерочки так что все еще от преподавателя зависит но благодаря этому я все-таки смогла получить свою красную медаль золотую медаль в школе потому что русский это был прям это была прям гигантская проблема подрывающая возможность получения моего красного диплома так следующий вопрос кто ты по образованию по образованию я врач получал образование в киргизии и и заканчивая медицинский институт в киргизии после окончания медицинского института я в киргизии поступила на акушерство и гинекологию я отучилась там один год ординатуры и потом я переехала с мужем в америку переехали мы для работы в науке здесь в америке и я и муж мы проработали наверное около четырех или пяти лет в науке тоже в медицинской молекулярной в принципе все так по специальности но более такой узконаправленный вот после этого я поступила здесь в ординатуру то есть я готовилась давала экзамены поступила в ординатуру в америке и отучилась получается четыре года в ординатуре по патологии то есть я уже решила не идти в акушерство и гинекологию именно по работе по часам работы мне эта специальность перестала нравиться не для себя решила что как бы вот так вот чтобы меня постоянно посреди ночи вытаскивали такого я не хочу и особенно проработав в науке с микроскопами с всякими тестами оборудованиями оборудованием лабораторным медицинским я поняла что мне это нравится и я решила что я буду поступать в клиническую и хирургическую патологию и в этой специальности отучилась и потом я еще закончила аспирантуру после ординатуры год я училась в аспирантуре и закончила я в гематопатологии то есть я специалист который ставит диагнозы по образцам тканей и крови лекемии и лимфомы но сейчас я работаю и по своей специальности которую получила в ординатуре и по специальности в аспирантуре то есть я такой общей практике клинический хирургический патолог мне пока все очень нравится я работаю всего второй месяц в начале июля я начала свою работу пока все замечательно то есть до этого у меня было обучение но здесь в америке за ординатуру и за аспирантуру платят зарплату то есть это все еще считается стипендия но эта стипендия по американским меркам такая чуть чуть выше среднего заработка на семью из четырех человек то есть стипендию здесь платят достаточно нормально не гигантскую конечно но для среднего достатка более чем достаточно ну а сейчас все у меня уже учеба закончилась поэтому сейчас я уже работаю 7 вопрос в принципе мне кажется это повторение 6 8 вопрос как рукой образование вы получили в плане шитья или все что вы делаете это самообразование все что я делаю это самообразование что касается вышивки и в принципе все что касается шитья я могу шить одежду и было время я прекрасно с этим занятием справлялась шила себе и брюки и платья и юбки мне это очень нравилось в какое-то время но сейчас уже это время прошло у меня какой-то потребности нету шить одно дело знаете когда есть необходимость что-то сшить и я с энтузиазмом за это дело принималась и шила и получал от этого удовольствие и шила тоже запоем а сейчас этой необходимости нету одежда очень доступная поэтому даже шитьем я сейчас не занимаюсь что касается одежды но зато я все-таки люблю шить на машинке и я периодически занимаюсь patchwork то есть это лоскутным шитьем и шью всякие прикладные вещи одеяло ну допустим сейчас у меня в процессе несколько работы несколько планов которые я хочу сшить но образование никакого не получала у меня мама очень хорошо рукоделит если бы она этим занималась но она как бы занималась тоже этим по необходимости но какие-то вот вопросы то есть в детстве она в принципе показала мне азы всего даже я не уверена что она когда-то вышивала но когда в детстве у меня возникло желание вышивать она мне сказала что надо вышивать надо чтобы обязательно никаких узелков не было на изнаночной стороне на лицевой стороны все крестики должны быть в одном направлении то есть вот эти азы она мне сказала сказала там приблизительно сколько ниточек брать но все остальное это творчество это какой каунт и во сколько ниточек вышивать я всегда все делаю про методом проб и ошибок и в принципе очень часто это же как бы можно самому догадаться на каком каунте какой ниточкой вышивать и во сколько нити вышивать и крестом столько нити по крестом столько нити а можно и так и по-другому а если вышиваешь в большее сложение нити то тогда легче взять иголку потолще то есть это какие-то такие моменты до которых в принципе очень они очень логичные и я как-то доходила до этого сама я даже не знала что об этом нужно кого-то спрашивать потому что для меня вышивка это творчество и я творю как мне удобно под себя я придумаю то одно то второе то третье если мне надо там что-то исправить какой-то станок или что-то подстроить или подкрутить я это тоже спокойно могу сделать в принципе я и по дереву могу работать и сверлить и пилить и штукатурить все это не умею потому что я выросла в частном доме и все это я видела как это все делается и помогала родителям и помогала папе во всяких таких и даже мужских видах работы или творчества по дому и мне все это нравится потому что раньше мы это все с папой делали и и я наблюдала еще в детстве как он это все делает там если где-то припилить я иногда знаете даже папе сама подсказывала что у вас здесь лучше вот так сделать а там лучше вот так я тебе сейчас принесу нужные гвозди приносила ему там даже что-то построить там какие-то заборы какие-то и не знаю полки какую-то мебель для дома это все мы делали вместе и сейчас мне если захотеть мне кажется я спокойно себе и шкафчик сделаю и и прибью и прикручу и проводку сделаю потому что все это видела как это делается и но сейчас у меня для этих целей есть муж моему мужу нравится такими вещами заниматься и потому что ему нравится я особенно стараюсь туда не лезть если там надо что-то какую-то мебель собрать или что-то отремонтировать или переделать или сделать я ему даю как бы волю пусть он делает я его за это благодарю люблю все довольны все счастливы он доволен что он мне помогает что он спокойно этим занимается я довольна что сейчас могу какие-то такие обязанности приложить на мужа и при этом с большим большим удовольствием если я от вышивки получаю от шитья удовольствие то от всяких таких вещей у меня мотивации ненадолго допустим что-то просверлить сделать отремонтировать но какой-то как будто удовольствие да от этого я не получаю а мужу как раз таки нравятся такие вещи но все теоретически я это умею даже и практически это умею но пользуюсь только в крайнем крайнем случае вот никакого мне образование нету все методом проб и ошибок в том числе и в плане шитья и вышивки все свои знания и умения в области рукоделия вы получали сами или может быть заканчивали какие-то курсы или школа все получала сама никаких курсов школ интернет youtube сейчас нам в помощь хочу ли я пойти на какие-то курсы по рукоделию скорее всего нет но не уверена потому что я вот смотрю на рукодельниц которые занимаются другими видами швов и стежков которые в принципе не крестиковые вышивальщицы и там я понимаю что я бы очень хотела попробовать такую вышивку но сама я до этого не догадаюсь а какие-то мастер-классы на ютюбе мне не особо можно найти поэтому конечно пойти к преподавателю был бы самый легкий вариант но я видимо пока не особо захотела заниматься какими-то другими видами вышивки чтобы на это отвлечься но для себя я не исключаю вариант что я могла бы пойти на курсы обучающие вышивки потому что мне кажется конечно на курсах будет научиться намного легче и тем более мне кажется в плане если меня кто-то заинтересовал каким-то онлайн уроками я бы даже за это заплатила потому что это труд за это как бы мне было приятно заплатить если меня кто-то обучал интересно преподносил информацию это конечно стоит денег поэтому я очень-очень даже за но пока видимо времени пришло к крестиком обучать мне кажется и не нужно очень все логично просто все остальное надо просто пробовать от себя подстраивать ничего там сложного нет надо просто полюбить будут иногда ошибки если допустим я не уверена поскольку ниточек и на той или иной конве вышивать и какими ниточками вышивать я всегда обычно пробую пробую на каком-то маленьком участке и все как бы для себя понимаю нравится не нравится иногда советую с вами со зрителями а иногда просто уже говорю что у меня вот так вот я решила что будет вот так и ничего в этом страшного нету потому что это это творчество это рукоделие будет не так как у всех но это не значит что это плохо поэтому я я так к вышивке отношусь так десятая вы дружите со швейной машинкой шитьем конструированием так кто и когда научил вас шить на машинке научила меня шить на машинке мама еще в детстве мне кажется я наверно в лет семь восемь уже шила на такой ручной машинке шила куклам платье я помню насколько на меня произвело впечатление когда я увидела что есть швейная машинка и мама мне рассказала что ой можно вот так вот одежду шить и она давай я тебе сейчас для куклы сошью платье и она села и она буквально за два часа она шила мне шикарное платье для моей любимой куклы из каких-то кусочков лоскутков быстро с рюшечками с какими-то ленточками все это прострочила ниточки убрала за два часа раз у меня было платье эти два часа я помню не сидела с открытым ртом просто смотрела как она это шьет и не отходя от этой машинки и меня столько это произвело впечатление что думаю как так можно было но потом началось моим начались мои пробы мне разрешили пользоваться машинкой помогали как бы обучали что и как надо делать как надо подшивать как начинать как заканчивать но дальше уже было просто свободное плавание конструированием я профессионально не занимаюсь но я допустим прежде чем сшить допустим пиджак или рубашку я понимаю все вытачки я понимаю где и что и как и какие размеры где надо взять а потом просто это на глаз потом на живу ли чуть-чуть изменить примерить то есть я обычно вот так вот все это дело допустим тоже в вязание как-то вещь связать чтобы она прям идеально сидела этим тоже я очень активно пользуюсь это же с конструированием у меня проблем нету но я понимаю что у меня очень на таком любительском уровне и но для моего пользования вообще всегда без проблем когда допустим я смотрела журнал бурда там были все вот эти выкройки и для меня это вообще был темный лес я не понимала что и как я помню я как-то шила себе платье уже полностью закончила такое платье сарафан и мы пошли как бы мне надо было для этого платья сделать надо было красивые такие ну аккуратные для пуговиц разрезы у меня на машинке не было зигзага соответственно я не могла это сделать аккуратно и профессионально поэтому мама сказала что она отнесет мое платье в ателье и они мне там сделают вот именно для пуговиц эти для пуговиц эти разрезы поэтому я все закончила у меня остались только вот эти пуговицы я помню мама отнесла ей это все сделали в ателье в ателье это платье увидела сарафан это сарафан был такой осенний из такой из вельвета и увидела хозяйка ателье этот сарафан и она как бы спросила интересно где где же вы этот сарафан взяли потому что видно что это ручная работа что это кто-то сшил и мама сказала что это сшила моя дочка вот у нас просто машинка не позволяет как бы сделать зигзаг вот поэтому пришли и меня пригласили на работу мне сказали что пусть она обязательно приходит потому что она уже в принципе готовый специалист она очень аккуратно шьет не могли поверить что я без образования все аккуратно так сшила но как вы понимаете я на ту работу не пошла потому что я тогда училась мне кажется это было когда мне 13 или 14 лет я просто перешла городскую школу с химиобиологическим уклоном потому что тогда я уже знала что я буду поступать в медицинские мне конечно было совсем не до этого но все равно я продолжала шить и рукоделий там либо на каникулах либо после работы ну вернее после учеба как-то так так что 6 шитьем у меня тоже все нормально и на машинке шить я люблю сейчас машинка вот она сейчас стоит передо мной она у меня не особо конечно супер-пупер крутая но мне кажется хорошая для любительского уровня и все равно даже на этой машинке я пользуюсь только буквально несколькими швами а все остальное декоративные но иногда для интереса так пользую но все равно не видимо не особо как-то интересно так следующий вопрос сколько времени вы набирались опыта всю жизнь еще буду набираться и не собираюсь останавливаться и в шитье и в любом виде рукоделия и в крестики в полу крестики всегда что-то новенькое узнаешь и иногда наблюдаешь какие-то моменты как другие делают пытаешься что-то для себя адаптировать поэтому опыт это такая такое дело опыта не бывает много следующий вопрос 12 у вас есть специальное художественное образование если да то какое или у вас такой дар от бога про меня все про меня что касается образование у меня образование нет но она на кружки по рисованию я в детстве ходила с удовольствием и ходила прям несколько лет как минимум раз в неделю ходила на кружки рисования мы там рисовали и карандашами и тушью и акварелью и акриловыми красками и лепили из глины всякие такие знаете маски вот лицо надо было слепить и потом и и там вазы надо было слепить лепили из гипса вот из гипса я помню мне так нравились эти гипсовые лица так сейчас мне надо тут вот отметить поэтому как какие-то такие навыки азы конечно мне все мне меня этому научили но плюс ко всему у меня мама по образованию архитектор инженер и она очень хорошо рисует она очень красиво пишет очень хорошо то есть во всех каких-то видов видах рисования она была бы прям советчик во всем то есть в этом плане она дала какие-то задатки моей творческой натуре и она меня всегда поддерживала все что я бы не делала это всегда было со словами ты такая талантливая боже мой тани это так красиво это с такой душой всегда говорила что я реально в это верил это так красиво вот я очень красиво умею рисовать но ты ты вообще рисуешь намного красивее ты намного талантливее намного красивее то есть вот так вот меня воспитывать и мне кажется это важно потому что я никогда не боялась пробовать меня никогда ничем не попрекали не корили у меня всегда в моем рукоделии была многопроцессность во всем если я рисовала то я рисовала сразу 10 картин и я их все рисовала потихоньку у меня было там были такие картины которые ну вот длились прям месяцами потихоньку потихоньку иногда знаете надо просто чтобы пришло время какой какой-то идеи созреть чтобы потом сесть и быстренько дорисовать картину рисовала я и карандашами и фломастерами и графикой у меня был долгий период когда вот я рисовала именно графикой и такие графические картины которые вот сейчас это картинки антистресс называется но вот у меня что-то было наподобие такой вот абстрактное рисование но это без всяких переводок просто сидела из головы придумывала какие-то сюжеты и с удовольствием их потом закрашивала докрашивала какие-то либо края графичными такими как бы графичным рисованием либо разноцветным рисованием и мне это очень-очень нравилось то есть вот у меня более наверное такое абстрактное видение в художестве в художественном моем восприятии мне такой стиль намного более интересен чем вот классическая живопись это все конечно красиво но вот красиво сходить в музея что касается мне самой сесть и для моей души что-то воспроизвести что-то нарисовать это какой-то абстрактное видение мира так здесь 5 здесь 45 следующий вопрос про работу сколько лет ты не работаешь а когда работала было ли время на рукоделие сколько лет я не работаю нисколько у меня был период между моими работами когда я закончила вернее сама для себя решила что все я не хочу больше заниматься наукой а я хочу посвятить себя полностью тому чтобы подготовиться и сдать экзамены для подтверждения своего медицинского диплома и чтобы поступить в ординатуру потому что у меня было время когда где-то полтора года я работала полный рабочий день это как минимум восемь часов на работе потом я заканчивала работу и приходила домой и потом еще три-четыре часа я дома готовилась к экзамену то есть я думала что работая я смогу подготовиться к этому экзамену но прошло полтора года и у меня я поняла что у меня нет никаких улучшений в плане моих результатов этого гигантского экзамена гигантского теста и тогда я приняла решение что я буду уходить с работы и буду целыми днями заниматься у меня ушел год таких занятий чтобы в итоге сдать этот экзамен я ходила на подготовительные курсы и я должна сказать что и хотя я не работала тогда но я училась по 10 часов в день 10 часов в день я штудировала эту информацию на английском языке у меня это с языком уже было конечно получше я уже была в это время в америке я уже пять лет отучилась вернее отработала вот в медицинском медицинской науке молекулярной и потом все ушла с работы и где-то год я сидела дома и только готовилась к экзамену потом я сдала два экзамена надо было сдавать третий экзамен и уже третий экзамен я сдавала опять устроилась на работу но уже в клиническую в клинический ресерч в клиническую науку то есть в ту науку когда делают эксперименты на людях согласия людей то есть в какие-то научные проекты ты разговариваешь с человеком с пациентом и ты ему рассказываешь в чем заключается научный проект что для этого нужно делать за какие-то научные проекты за участие в них оплачивались деньги то есть ты обо всем этом раз к рассказываешь пациентам то есть их берешь их согласие что они хотят и будут участвовать некоторые научные проекты просто так пусть они приходят на какое-то лечение в больницу получают это лечение а ты просто просишь их разрешение воспользоваться их информации для какой-то цели и рассказываешь цели этого научного проекта вот моя работа как раз заключалась в том чтобы разговаривать с пациентами и рассказывать им про вот эти научные проекты в чем смысл и что как бы будет сделано подписываешь официальный документ с пациентом и после этого как бы и используешь их информацию вот для научных целей мне эта работа очень нравилось потому что я с медицинским образованием я очень хорошо понимала что зачем почему всегда могла с легкостью поговорить с пациентом очень на обычном уровне рассказать какую-то медицинскую информацию на простом языке естественно все на английском языке тогда у меня уже язык позволял как бы спокойно общаться на английском языке с пациентами поэтому работа мне это очень нравилось и на тот момент я уже искала место в ординатуру то есть я уже поступала у меня были сданы экзамены у меня были сданы экзамены и я готовилась к последнему экзамену для поступления и уже начала тогда работать в другой в другой области поэтому много всего было но у меня никогда не было что я больше допустим 30 дней сидела дома у меня были периоды когда я между допустим своей работой и началом ординатуры я решила себе устроить такой отпуск и на 30 дней взяла себе отдых ну вот это самый самый большой отдых наверное которым не был но вот этот мой годовой отпуск но отпуском его нельзя назвать потому что я занималась больше чем я работала часов то есть минимум 10 часов в день я занималась ну за исключением выходных для меня выходные это когда не работа не учеба не должна на выходных присутствует потому что мне надо полностью отвлечься от всего отстраниться рукоделить вышивать гулять заниматься семьей еще даже до рождения сына всегда я к своим входным именно так относилась вот так вот и рукоделию я всегда то есть после работы до работы почти никогда но вот по ночам всегда даже когда я занималась очень сильно я обычно еще до рождения сына я занималась где-то до часов 7 ну может быть иногда 9 но после 9 все я рукоделила то есть допустим может быть 6 до 7 или 7 до 8 мы ужинали потом я еще там час или два занималась а потом все пару часов я всегда рукоделила это всегда так был так здесь еще осталось несколько вопросов про работу вопрос 14 работаете ли вы на кого-то или исключительно работа хобби нет работа это не хобби работаю я на кого-то что касается моей учебы в принципе работа в ординатуре мои мои последние пять лет это всегда то есть ординатура это ты работаешь на госпиталь и госпиталь платит тебе стипендию то есть поэтому это получается стипендия хорошая потому что вместо того чтобы платить гигантскую зарплату врача они платят работу вернее зарплату аспирантом или ординатором и то есть один врач следит за работой нескольких ординаторов и работа естественно выполняется более быстро в большем объеме благодаря работе ординаторов и ординаторы тем самым обучаются все так происходит обучение с помощью практики но в принципе нашей системе образования что касается в киргизии это было приблизительно то же самое но стипендию намного меньше на киргизскую стипендию невозможно было естественно прожить но поэтому я и оказалась в америке моё хобби никогда не было моей работой у меня знаете еще до того как я решила подтверждать здесь свой медицинский диплом то есть первые наверно года три когда я работала медицинской науке у меня были такие идеи может быть как бы начать зарабатывать деньги с помощью своего хобби я ну естественно не полностью перейти на такой вид заработка но что-то я же все равно рукодели почему бы не зарабатывать вот допустим вижу я началась заниматься бижутерией накупила всяких бусинок и я кстати даже продавала на платформе и бы все что я мастерила и какое-то время у меня неплохо получалось я заработала несколько тысяч долларов я конечно несколько тысяч долларов потратила на все эти камушки сейчас у меня горы этих камушков и бусинок и всяких штучек но как минимум мне кажется по большей части все это окупилась как раз таким моим заработком на ebay но я все это перестала этим заниматься потому что я поняла что вот это вот вот этот момент когда это все надо заниматься выставлять описывать как бы все что я создаю фотографировать все это красиво преподносить потом если есть заказы это надо упаковывать относить на почту и вот этот момент мне не нравился и я поняла что какое-то время я этим позанималась а потом все мне интерес угас какую какие-то деньги заработала а потом я решила все не хочу этим заниматься творчество в этом уходит когда ты повторяешь одно и то же и не те же вещи продаются ну и наверное у меня какой-то необходимости не было потому что это был все-таки больше все-таки относилась это к моему хобби они как заработку я к этому не относилась единственная идея у меня была что окупить деньги на материалы которые трачу а так мне это этим нравилось заниматься ну вот когда я по большей части окупила потом так решила для себя все не буду этим зарабатывать и потом уже перешла вязание потом в петчворк и поэтому у меня сейчас очень много и вязальных вещей вернее материалов и материалов для петчворка но сейчас для вышивки все очень много и бусинок очень много и хорошо следующий вопрос рукоделие это ваша основная работа нет я уже ответила что нет как вы решились оставить работу обычную и перевести себя и свою работу в свое в хобби в работу то есть этот вопрос не ко мне не про меня ничего на меня не повлияло было ли мне страшно вообще не было страшно потому что я не принимал такого решения я занимаюсь основной работой и по большей части я конечно очень люблю то чем я занимаюсь для меня вот в моей американской жизни был как раз таки переломный момент когда я осознала что я все-таки хочу здесь в америке подтвердить свое медицинское образование потому что изначально когда сюда приехала я не планировала становиться здесь врачом потому что я поняла что это почти нереально это очень сложно вот этот американский экзамен когда ты подтверждаешь свой медицинский диплом но это три гигантских экзамена каждый экзамен стоит полторы тысячи и даже по две тысячи каждый экзамен и каждый экзамен по 10 часов теста за час это тебе надо каждый час отвечать на 50 вопросов то есть 10 часов от в режиме когда вы знаете как на операции в 10 часов операции тебе надо сосредоточиться нельзя расслабиться в таком режиме ты сдаешь этот экзамен 3 3 таких поэтому к такому экзамену естественно надо специально готовиться и здесь сами американцы медицинские студенты не сдают тот же самый экзамен и для них это как бы более нормально потому что и в школах они приблизительно что то же самое сдают хотя бы там эти часовые четырехчасовые экзамены но вот медицинский экзамен до 10 часов вот в таком вот режиме и нельзя и при этом это такие тесты которые никогда в жизни ты ни в каких книжках не читал то есть это не не что-то ты взял 10 книжек прочитал вызубрил и пошел сдавать и все у тебя какие-то вопросы из этих нишек тут повторяться нет мне никогда в жизни вопросы не повторяются я вот не знаю откуда у людей воображение такого чтобы создать столько вопросов и чтобы ни один из них не повторяться всегда надо догадываться всегда надо как-то анализировать вопрос вот я знаю эту информацию могу предположить что вот это может быть и скорее всего вот это верно вот это неверно но я не уверена то есть это не то как мы допустим сдаем наши тесты когда вот тебе дается книжка на 10 тысяч вопросов или на 5 тысяч вопросов вы зубри их и какой-то один из этих там или 100 из 10 тысяч вопросов у тебя будут на твоем экзамене нет такого здесь нету здесь все равно вот ты зубришь эту информацию а потом пытаешься проанализировать и пытаешься ответить на эти вопросы повезет не повезет совершенно непонятно я всегда сдаю экзамен с полной уверенностью того что никогда в жизни я этот экзамен не сдам я провалилась а потом раз так опа сдала но к таким экзаменам конечно надо хорошо хорошо готовится так вы работаете легко то есть опять следующий вопрос но повторение одного и того же вы работаете или хобби стала вашей основной работой я работаю и хобби мое не моя основная работа так и как вы на это решились пропуская и что могли бы посоветовать тому кто боится рискнуть рискнуть зарабатывать на этом деньги все конечно зависит от того где где вы находитесь я не представляю в америке чем надо заниматься чтобы зарабатывать хорошие деньги на рукоделие это все-таки больше для души ну а что касается рискнуть рисковать нужно всегда кто не рискует кто тут не пьет шампанского это в любой специальности так в любой сфере деятельности так в рукоделии так да где работаете я работаю сейчас в госпитале госпиталь находится в миссисипи работаю на департаменте патологии как то так наверное на этом я буду заканчивать получается я ответила на 17 вопросов сейчас еще чуть повышевая хотя нет уже 11 30 все и побегу уже спать час быстро буду тут заканчивать вот кстати прям при вас и начну все откладывать на завтра потому что у меня все таки есть мой маленький дружок который может заинтересоваться все снимаю я свою вышивку со станка стану кстати я так оставляю вот эти матки кстати это вот такие вот серебристые и золотистые нитки то есть вот такая гигантская бобина посмотрите серебристых ниточек но так как они очень легко слетают с этой бобины поэтому я для себя придумала вот такие вот чулочки носочки у меня серебристые и золотистая бобинка вот так вот убираются шкафчик который я вам как-нибудь покажу ножнички мои убираются в маленькую коробочку ну а все остальное так останется моя вышивка с киснапами просто пойдут сюда сейчас во внутрь полочки я каждый вечер вот так вот все убираю потому что эта комната это рабочий кабинет моего мужа и как бы я хочу чтобы на моем столе тоже было все чисто чтобы ему комфортно работалось и чтобы сашу ничего не отвлекало и не привлекало вы видели это кошка кошка туда сюда ходит дверь приоткрыта надо туда зайти она туда заходит дверь сама закрывается так что это не привидение все большое вам спасибо получается ответила на 17 вопросов вопросов еще много давайте попробую в таком режиме снимать что когда мне захочется с вами болтать тот вечер где-то час я буду болтать буду вам заодно показывать как мне продвигается вышивка и буду день через день может быть каждый день выставлять вот такие вот болта логические видео с ответами на тег вам я желаю приятной вышивки в моей компании и увидимся в следующем видео пока так ну и напоследок давайте вам покажу какие у меня сегодня продвижение и результаты выдвижал вышивала я в основном сегодня серебристой ниточкой посмотрите при искусственном освещении все как блестит и вышивала как раз таки вот этот вот участок и вот этот участок то есть а в принципе мне кажется даже вот этот вот участок сегодня я все вышила серебристой ниточкой у меня сага показывает 868 полукрестиков результаты отличные пару часов вышивки при этом часовое видео снято посмотрим как мне получится его быстренько смонтировать соединить еще хочется вам показать что сегодня пришла у меня очередная посылка это с такими моими кристальными оленями я вам пару видео назад показывала что занялась оформлением новогодних игрушек вот такой вот олень я когда-то давным-давно купила на алиэкспресс он мне очень понравился как раз таки в том видео я оставляю ссылки на таких оленей здесь вот такая вот дырочка висюлька очень легкая и так как мне все это понравилось я заказала еще пять штук и того вот у меня все это упаковано то есть посылка пришла только сегодня еще даже не распаковывала и того у меня будет шесть таких оленей в кристальных буду их оформлять новогодние игрушки и упаковывать в специальные пакетики которые я уже тоже пару видео назад показала конечно перед новым годом может быть за месяц или за два месяца я тоже сниму еще раз видео где покажу уже полную свою коллекцию кристальных блестящих красивых новогодних игрушек и также все свои вышитые в рукоделье новогодние игрушки тоже покажу все буду прощаться все всем пока пока